В общем, не ешьте, детки, веселые кубики сахара, пронизанные лизергиновой кислотой. Это еще одна, на мой взгляд, самая остроумная из трех и довольно смешная версия, которую эксклюзивно подготовила наша редакция. Версия про ЛСД. Знаешь, Никит, а мне на самом деле ближе всего... Нет, ближе всего мне на самом деле версия вообще про шаманизм, и что ребята начали увлекаться и забредать в те земли, где обитают шаманы, манси... Да, изобретать не стоит, как говорилось о «Властелине колец». Да, но мне очень тоже интересна вот эта версия про ЛСД, потому что в то время как раз только стали изобретать ЛСД, только изобрели его. То есть не просто стали, смотрите, давайте так, груздиво. ЛСД изобрел Хоффман в 38-м году, в 43-м о нем узнал мир. Мы практиковали только к этому времени. Сколько прошло? 7 плюс 9, сколько? 16 лет прошло со времени открытия психотропных свойств ЛСД. Слушайте, давайте зададим вопрос про ЛСД нашему гостю. Александр Литвин у нас в гостях. Вы сказали, что вы представитесь самим. Пожалуйста, сделайте это. На что представляться? Меня зовут Александр Литвин. Я никакого отношения не имею к экстрасенсам. И в связи с тем, что это вообще неправильный подход. Подождите, а мы участвовали в битве экстрасенсов? Ну, это была единственная площадка на тот момент, которая позволила мне заявить о себе. Не более того. Потому что экстрасенсорика – это чувство, которое можно приписать к обычным средствам аналитики. То есть, если зрение лучше не 100, а 110%, это экстрасенсорное зрение. Интуиция не бывает свыше 100%. 100% – это абсолютное знание. Я понимаю, что вы говорите, это очень интересно. А вы же смотрели с нами реконструкцию? Нет, к сожалению, мне вот с этого ракурса абсолютно не видно. Наша редакция подготовила реконструкцию, где они выдвигали очень интересную версию про то, что, собственно, ребят погубило применение ЛСД и последующие галлюцинации и потери своей реальности. Ну, вообще фантазии, конечно… Наша редакция бесконечна, мы сами знаем. Да, тут это понятно. Ну, надо иметь в виду, что, во-первых, это Урал, это Средний Урал, это даже не Москва и не Питер. Потом в то время не было интернета, однозначно. По радио об этом не говорили. Но были научные публикации, наверняка прошло 17 лет. Научные публикации, возможно, и были, но я не думаю, что они были известны для широкой публики. Поэтому не надо выдумывать, не было там никакого ЛСД. Я не был на этом месте, к сожалению, да, а может быть и к счастью. Не хотел бы я там вообще-то побывать. Но, исходя из того, я сейчас, перед тем, как зайти к вам, я попросил, чтобы мне дали список участников этих событий. Этой темой я не занимался никогда. Я к ней пришел в прошлом году, когда мне позвонили по поводу поиска самолета Ан-2, который упал в районе Серова. Который из Серова вылетал, это рядом с этим местом практически, это тоже Северный Урал. Вот, и тогда мне попалась эта информация про Перевал Дятлова. Ну, в общем-то, внимательно не рассматривала. Сегодня мне дали список этих людей. Вот, исходя из этого списка, я могу дать характеристики каждого из членов группы. Вот, и что мы видим? Во-первых, 10 человек, да, один человек остался жив. Это Юрий Юдин. Который до сих пор жив, он не смог выйти с нами на связь. Значит, 9 человек там осталось. Характеристики следующие. Основная масса этих людей ведомые. Физически очень сильные. Но в случаях экстремальной ситуации, если они остаются без лидера, они пропадут. Реально, они ведомые. То есть, кто это? Это сам, непосредственно Игорь Алексеевич Дятлов. Потом... Он-то он ведомый? Да. А что значит в этом контексте ведомый? Он лидер группы. Я вам сейчас объясню ситуацию на примере, допустим, ярком. Достаточно, например, Великая Отечественная война. Был блестящий генерал, пока было мирное время, был блестящий генерал Власов. Как только он оторвался от штаба, как только прекратился поток информации, указаний, распоряжений и приказов, как действовать, все, этот генерал армию слил. Вот здесь такой же примерно лидер, который не может управлять ситуацией, когда нет связи со штабом, когда нестандартная ситуация, когда реально нужно действовать и принимать решения в максимально короткие сроки. Одну секунду, я прошу прощения, нам просто у нас сейчас разрывается скайп, нам дозвонился Александр, он хочет задать именно вам какой-то вопрос. Александра, я так понимаю. Или Александра. Алло. Александра, я не хотел никому никакие вопросы задавать. Ну скажите хорошо, не обязательно. Просто свою версию хотел озвучить, ну и... Только если можно, коротко, пожалуйста. Что, прошу прощения? Если можно, коротко. По поводу некоторых фактов, допустим, о радиации. Есть данные, что один из участников экспедиции на оборонном заводе работал, который как раз-таки занимался вот этими всякими вещами, связанными с радиацией. И радиация, ну, не могла возникнуть из-за испытания ракеты. Потому что там боеголовки учебные, допустим. То же самое ракета. Ну... Так. Она была бы видна со всех концов и не выглядела так, как там разноцветные шары, как те же манси описывают. Мне кажется, что все было банально, там никакой мистики не было. Я предполагаю, что, возможно, при установке палатки они просто подняли снежный пласт. И еще... Вы верите в лавину? Немножко наехал. Они решили, что это полноценная лавина и просто ломанулись вниз. Ну, мне так кажется. Александр? Александр? Да. Спасибо вам большое. Я думаю, что среди них был 35-летний инструктор, который, в общем-то, мог отличить настоящую лавину от легкого пласта снега. Давайте я вернусь сейчас. Да, вы к вам сейчас. Я буду рассматривать, в принципе, участников этой экспедиции. Самый сильный человек в этой команде. Я думаю, к сожалению, что он как раз первый и пострадал. Либо был выведен из строя. Это Семен, либо Александр, не знали таки... Золотарев. Да, Золотарев. Да. Это действительно человек, который обладал определенной степенью мультизадачности. Вот. И для того, чтобы в экстремальной ситуации принять правильное решение. И там был еще очень сильный человек. Это Людмила Александровна Дубинина. Самый мощный со всех из них. Я думаю, она ушла последней. Потому что тяга к жизни у нее просто колоссальная. И выживаемость колоссальная. Но она была самой изуродованной. Тело ее было самой изуродованной. Ну, к сожалению. Я думаю, что этот человек блестяще учился. Обладал очень хорошей памятью. Очень хорошей выносливостью, физической силой. Действительно, у нее была преддипломная работа после этого похода сразу. Вот. Что еще можно сказать? Ну, остальные реально все ведомые. То есть, не способные в экстремальной ситуации принять правильное решение. Теперь, что привело к этой трагедии? Значит, исходя из того, что у них у всех практически одинаковый вид энергии. У них у всех достаточно высокий уровень интуиции. Достаточно высокий уровень интуиции. То есть, они могли предчувствовать какие-то вещи. И этот уровень мог их подвести именно под воздействие... Это не техногенная катастрофа. Нет. Это все-таки, я думаю, это природная аномалия. Похожа она больше на то, что в этой точке локально в какой-то момент изменилась гравитация. Дело в том, что... Почему изменилась гравитация? Ну, многие мне могут возразить, что гравитация, в принципе, у нас, так сказать, величина постоянная. Но те объекты, которые внутри содержат, допустим, большое количество металла, они более, так сказать, тяжелые по своей массе. Они могут влиять, пусть в ничтожных количествах, но могут влиять. И это ничтожное изменение гравитации может привести к психическому срыву. Я думаю, что здесь реально вот такой эффект произошел. Вот примерно такой же эффект происходит, но в более гладкой форме, практически незаметной, в удаленной, так сказать, по времени, по протяженности, такой эффект наступает после посещения египетских пирамид. Примерно такая же ситуация. Люди резко теряют способность, ну, не резко, вернее, а плавно после посещения Египта теряют способность правильно оценивать свои действия. Но здесь вот это изменение произошло быстро и стремительно. И если говорить по большому счету, эти люди в какой-то момент стали детьми, инфантильными, испуганными. От страха? Это и страх, и это абсолютно непонимание, что нужно делать в какой-то ситуации. Извините, можно я сформулирую, попробую довольно коротко. Вот смотрите, мы сегодня говорили уже с несколькими экспертами. Окей, мы предполагаем, что что-то их испугало, а они смогли пробежать босиком полтора километра вниз по склону. Во-первых, они не знали, что их испугало, я думаю. Вот, у меня как раз вопрос, что могло так напугать людей, чтобы они босиком выбежали из палки? Это, естественно, основной вопрос. Меня интересует ваша версия. Значит, я думаю, что, во-первых, этот объект, эту гору саму как таковую нужно исследовать. Я думаю, что там должны быть огромные какие-то залежи металла. Химически как? Нет, нет, это чистый металл должен быть. Скорее всего, это металл. И много металла, и тяжелый металл. А металл, как можно вспомнить? А может просто вызвать чувство страха? Да, большие объемы металла могут вызвать чувство страха. У этих, именно у этой категории людей, они практически все очень похожи по своей энергетике. У них очень мало людей в этой группе несовместимых. Там единственный момент несовместимости, у кого я вижу вот так вот по энергетической, это как раз вот руководитель группы Золотарев, и вот эта молодая девушка, ну на тот момент молодая, это Людмила Дубинина. Вот здесь у них была несовместимость абсолютная, да. Разные по скорости, разные по восприятию мира, остальные все примерно идентичные. Александр, скажите, а вот вы сказали, что металл может вызвать такую инфантильную паническую реакцию. Вы можете сказать, какой металл может это сделать? Да любой металл, большая масса, большой объем. Вот в данный случай, я думаю, именно металл. А есть чего бояться даже нам в мегаполисе живя? Да нет, в мегаполисе таких конгломератов не может быть, и таких аномалий. Ладно, на самом деле очень... Несмотря где расположен мегаполис, если, допустим, этот мегаполис будет возле такой горы, как, допустим, как она называется, гора мертвецов. Кстати, вот по поводу этого, это, я думаю, чистая легенда. Дело в том, что у северных народов иногда есть в истории такие вещи, что они своих людей хоронят на горе. Просто, возможно, это кладбище. Как же та история в преданимансе, когда 9 жителей, ну, не жителей, да, людей, которые относятся к их народности, погибли. 9 человек погибли на этой горе, которая переводится как гора мертвецов. Это тоже мистификация, это придумано? Я думаю, это уже фольклор. Реально в каждом населенном пункте придумывают какие-то свои истории. И я много лет служил на Дальнем Востоке, в том числе и на Чукотке, и шаманов видел, и лично знал. И знал их отношение к природе. И у них тоже там своя каждая гора была какая-то чудесная. Это есть везде. Я не думаю, что здесь цифра 9 будет иметь какое-то существенное значение. Я думаю, что все-таки мистики здесь нет. Это чисто физическое явление. Потому что это нужно просто изучить и все. Вообще, в принципе, любая вещь может быть объяснена с точки зрения науки, но наука не всегда дотягивает до этого момента. То есть, если 200 лет назад то, что мы с вами сейчас делаем, мы находимся в прямом эфире, это было чудом. Самым настоящим чудом. Перед вами дикарибы просто сейчас вот так расстелились, и вы были бы богами здесь. Вы богини, а вы богом, естественно. Это правда. Но это 200 лет назад. Сегодня это обычное явление, и только часть населения стремится попасть на ваше место, чтобы вещать в прямом эфире. Спасибо большое. Спасибо большое. Александр Литвин был у нас в прямом эфире, рассказал нам про возможные последствия общения с огромными массами металла. Да, надеюсь, мы еще увидимся в этой студии с вами. Ладно, всего доброго. Про последствия общения с огромными массами металла, и про то, кто из членов команды был совместим, а кто нет.